Головная спортивная свята зимы прошла в Могилёве. Городская лыжня собрала у Пячерским лесопарку около 600 удельников. На старт вышли навученцы и выкладчики навучальных установ сборная, предприемство и организации Могилёва, а так само простонники Улады. За споборницами назирал Илья Соболёв. Шакали, как олимпийские огольни. Прошли 4 года Головная спортивная свята зимы снова в Могилёве. Снежный и морозный студень порадовал надворьям аматоров активного отпочинку. Самых смелых по традиции собрала Могилёвская лыжня. Я думаю, что сегодняшнее настроение, которое наши Могилёвчане здесь получат, и участники соревнований, и гости, оно у них останется в памяти. Поле случаем, что вот такая прекрасная погода, мы хотим максимально людей привлечь к занятию спортом. Подтримать лыжников пришли и наши знакомитые спортсмены. Для тех, кто впервые стал, для этих малышей, конечно, будет общая физическая подготовка к лыжной гонке, очень хорошее развитие в дальнейшем даст. Приятно, да, что столько людей и столько малышей могут отречься от компьютеров даже, и от повседневных каких-то своих забот против леса. Я думаю, это только на благо. Стать удельником гонок мог Кожны. Лыжи можно было взять на прокат прямо у парку. Кожная группа спортсменов-аматоров передоливала свою дистанцию. От 300 метров у малых до 2,5 километров у мужчин. На финише призёры делились сокретами подспеху. Ну, то, что выиграю, не ожидала, но надеялась. Немножко трасса неровная, а так всё отлично. Соперницы тоже молодцы большие. Ну, тогда тренируюсь, приходится тренироваться, чтобы так вот держать в форме. Ну, выступаю на соревнованиях, потому что соревнования – это лучше, чем тренировка. Все знакомые, все лыжники. Настроение отличное. Хорошая атмосфера праздника. Трасса несложная. Полтора километра швота. Знал, что буду близко. Горолся за первое место. Одразу после городских споборництва у Пячерским лесопарку подшали подрыхтовку до чергового спортивного свята. 11 лютого у Могилёве пройдет областный этап «Белорусской лыжни-2017». Илья Соболев, Виталь Алексеенко. Новины региона.